Привет любителям хищных птиц! Значит, хочу записать одно интересное видео, которое должно, по идее, превратиться в флешмоб. Значит, суть его состоит в том, что у меня есть в России, в городе Удомля, живет такой виртуальный друг Сергей. Значит, почему виртуальный, потому что мы с ним уже очень давно дружим, виртуально, но реально еще не разу не встречались, много раз созванивались, общались, он занимается птичками певчими, и я как бы ему там даю практические рекомендации по этому поводу. И несколько дней назад он мне позвонил через видеосвязь и говорит, Володя, помоги, у нас тут хищник какой-то, и высылает фотку мне. А это, оказывается, этого хищника зовут Ушастая Сова. Значит, на том предприятии, где он работает, значит, где-то гнездо, но его не видно, где оно, и, в общем, выпал птенец. Значит, и он спрашивает, что делать, чем кормить и так далее и тому подобное. То есть, многие из вас попадают в эти ситуации. Когда вы находите птенца Ушастой Совой, в частности, мы говорим про птенцов Ушастой Совой. Чисто тема сегодняшнего видеоролика, что делать с найденными птенцами Ушастой Совой. Итак, действие очень простое. Значит, самое простое и самое правильное, это постараться его вернуть в гнездо. Если вы не обнаружили гнездо, значит, вам нужно этого совенка посадить как можно повыше. Ну, желательно на высоту вытянуть руки, вот как где-то максимум так, значит, минимум. А максимум, может быть, даже чуть выше, что залезть на дерево и посадить его туда. Значит, что, собственно, и сделал Сергей. Значит, он нашел такое дерево, там такое раздвоение, ну, несколько веток. И получается, как бы он еще там травы намастил, такое как бы импровизированное гнездо сделал. И посадил туда этого совенка. Ну, и, соответственно, был главный вопрос, чем его кормить? Я говорю, ничем. Почему? Потому что того корма, которым нужно кормить, его нету, а это, как правило, либо суточные цыплята, либо мелкие грызуны. Вот. А какой-то неправильный корм, типа там куриные сердечки, пупочки, печень, говядина, свинина, телятина, там, что угодно, короче. Это все неправильный корм, который приведет к гибели этой совы. То есть, и вопрос, кто будет его кормить? А кормить его будут либо родители, которые, ну, его, в принципе, посадили рядом, там, где он выпал. Это раз. Или, если так случилось, что вы подобрали совенка, пришли домой и начали изучать информацию, наткнулись на это видео, то понятно, что по каким-то техническим причинам вы не можете вернуться в то место, где вы нашли совенка. Вот. Ну, в общем, что нужно? Нужно его посадить на дерево как можно повыше, так, чтобы он не упал еще раз. И его будут прилетать кормить другие совы. Дело в том, что как только наступает ночь, они начинают пищать. У них такой писк прикольный. Многие из вас этот писк слышали, но вы не знали, что это орет птенец ушастой совы. Ну, кому интересно, я не могу, к сожалению, имитировать звук ушастой совы птица. Вот. Но вы можете прогуглить, вот, на том же, на ютубе написать, как поют птенцы ушастой совы. И вы услышите этот прикольный звук. Значит, то есть, что он делает? Он зовет, то есть, он, скажем так, своим звуком обозначивает свою геолокацию, где он находится. Вот. И пролетающие мимо рядом совы, это не обязательно будут его родители. Они всегда подлетят его и накормят. Я даже делал такой эксперимент, когда на моем канале есть этот видеоролик. Значит, ко мне приехало несколько птенцов ушастой совы. И одного я посадил на пенек и специально его не кормил. Вот. И по погадкам было понятно, что прилетают во двор ушастые совы и кормят. Почему? Потому что от цыпленка погадка желтая, а от мышей погадка темно-коричневая. И у него каждый день была погадка. Значит, в конце этого рассказа я прикреплю несколько видеороликов от Сергея. Я говорю, давай запилай видеоролик, как вы там это все дело делаете. И проведем такой научный эксперимент. Значит, ну с определенной периодичностью, там раз в два-три дня снимаете видеоролик. Значит, о том, как себя чувствует этот птенец. Естественно, вы его ничем не кормите, а просто приходите туда, смотрите, снимаете короткие там видеоролики на десять, на двадцать, на тридцать секунд, как он там себя поживает и сидит ли он там на месте. То есть, ситуация такая, что его докормят до того состояния, когда он начнет летать, и он найдет себе наставников, с которыми он начнет учиться, охотиться. Вот, и у него все будет хорошо. То есть, поверьте, когда вот вы, люди, не вмешиваетесь в природу, это лучше всего. То есть, в природе оно как-то так все по умолчанию устроено, что все друг другу помогают и у всех все хорошо. Главное, почему его нужно посадить на дерево, потому что, ну, во-первых, его могут загрызть кошки или собаки. То есть, он может стать легким кормом для тех же лисиц. Вот, поэтому надо повыше посадить. Ну, и для необразованных детей, это тоже такой себе опасный хищник, который забирает этого птенца, несет домой, играется с ним. А потом, вот, ситуация может быть так, о, а сколько эта сова стоит? А давайте на улык, кстати, у вас зашли на улык. Сова 2000 гривен стоит, давайте, давайте ее будем продавать за 1000 гривен. Опасность этой ситуации состоит в том, что, когда вы покупаете такую сову, то есть, вам могут рассказать, что мы нашли там яйцо, положили в инкубатор, выиграли. Короче, вам там навешивают лапши, но по факту, по факту, этой совой поигрались несколько дней, накормили крабовыми палочками или там, не знаю, там, жареным мясом каким-то. И побыстричку хотят от нее избавиться, ну, чтобы денег каких-то нашить. В итоге, сова несколько дней была голодная, потом ее накормили неправильным кормом, в итоге заплатили за нее деньги. Вас, первое, могут кинуть на деньги и не отправить с собой, это раз. Часто такое бывает. И второе, к вам приезжает птенец, который сутки, ну, или может быть не сутки, а полдня едет в коробке, но не в этом проблема. Это нормальная ситуация, когда сова едет в коробке. Проблема в том, что к вам приезжает сова, которая на второй, на третий или на четвертый день может погибнуть. Это процентов 90 таких ситуаций было, потому что, ну, бывало, люди ко мне обращались, то есть, ой, нам нужен птенчик, помогите, пожалуйста, купили ребенку сову на УЛХ, купили птенчика, а он через три дня сдох. И ребенок в итоге, ну, чтобы ребенок этого не увидел, то есть, это там ребенок уехал к бабушке, пришлите нам, пожалуйста, сову, балалайку. Понимаете? То есть, никогда не покупайте таких сов, потому что вы, в итоге, будете иметь проблему. Это 90% ситуация будет такая, потому что, ну, очень часто, ну, люди попадали в такие ситуации, там, или звонили, вот, мы купили, не знаем, что делать с этой совой. То есть, вы автоматически в пролете по сопровождению, потому что человек, который вам продал сову, не будет вас сопровождать. И все проблемы, которые у вас появляются по жизни с этой совой, вам придется искать эту информацию в интернете, или натыкаться на мои видеоролики, понимаете? Да, я консультирую, да, я сопровождаю, но я вас призываю к тому, что, если вы нашли птенца совы, вот, или, может, каких-то других птенцов, постарайтесь их вернуть в гнездо. Там, поверьте, будет нормально. Вот так бывает, что они иногда выпадают. Родители там не подрасчитали с размером гнезда, и когда птенцы подрастают, они начинают выпадать просто. Ну, так бывает иногда. Вот такая вот ситуация. В принципе, сейчас прикрепляю видеоролик от Сергея. Серега, привет в Удомлю. Город такой Удомля есть, значит. И жду с нетерпением твоих следующих видеороликов. Снимаешь на телефон горизонтально, не вертикально, а именно горизонтально. Ну, и можно какие-то комментарии там и приветы передавать. Все. До связи. Пишите, звоните, прикрепляю видеоролик и подписывайтесь на наш канал. Много будет чего интересного. И будет уже несколько видеороликов в продолжении. Как поживает эта сова. Я даже сделаю отдельный плейлист. Придумал какое-то название. Кстати, можете название там понаписывать в комментариях. Как назвать этот плейлист. И все эти видеоролики буду складывать в этот плейлист. Все. Всем пока. Так, всем доброго дня. Сегодня какое у нас число? 28? 28 мая. В районе Алининской атомной станции. Выпал такой маленький совенок. Птенец ушастой совы. И мы решили его вернуть обратно. Понаблюдать за ним. Спасибо нашему другу Владимиру Завизион. Который... Завизиону, да. Который нам посоветовал, что с ним нужно делать. Будем наблюдать, снимать ролики для Ютуба. Так что, привет! Все, отлично. Будем наблюдать дальше. Так, вот с этого окна будем его мониторить. То есть, он прямо напротив нашего здания. Будем смотреть, как быстро к нему прилетят на помощь. А это произойдет ночью. Он будет издавать писк. И другие совы будут его кормить. Еще раз отдельная благодарность Владимиру Завизиону. За поддержку и советы. Не, вроде нормально. Он просто в таком режиме. Ожидание.